всем привет на канале all dutchman сегодня у нас с вами будет очередной видео выпуск очередной скажем так односторонний разговор с моей стороны и комментарии с вашей стороны по теме мигрантов беженцев в германии я тут собрал некоторые цифры которые сделали доступными для всеобщего обозрения это статистика управление федерального управления по миграции и беженцам есть такая контора в германии называется бамф вот так вот то что они предоставляют для всеобщего обсуждения для всеобщего обозрения можно назвать всего лишь верхушкой айсберга потому что эта статистика неполная и я вам могу ответить почему она неполная но для начала давайте перейдем к этим цифрам которые я хотел бы вам озвучить итак за первый квартал этого года 2024 с 1 января по 31 марта из германии было депортировано вот этих вот людей называющих себя мигрантами или лицами без гражданства без паспорта без нифига не знающих как себя зовут было депортировано 4791 человек может быть в ту же самую руанду может быть какие-то африканские страны может какие-то терпимые страны не знаю но это вот так вот по статистике и дальше приводятся цифры что это на 34 процента больше если сравнивать с тем же периодом прошлого 2023 года то есть вот эта вот контора управление по вопросам мигрантов и беженцев утверждает что они выполняют свою работу очень таки правильно и соответственно всем инструкциям и документам значит дальше они приводят следующие цифры 7048 человек за этот же период с 1 января по 31 октября то есть по 31 марта выдворить или депортировать не удалось по различным причинам одна из которых это что что-то них мол типа люди сбежали или авиалинии отказались принимать этих людей за свой счет вывозить их в другие страны но в принципе эти авиалинии понять можно они же не из пустого кармана берут то деньги они зарабатывают себе деньги за счет грузоперевозок за счет пассажирских перевозок за все это нужно платить только одна стоянка самолета обычного чартерного рейса только одного самолета в аэропорту обходится в несколько тысяч евро сутки это сумасшедшие деньги а тут 7000 скажем так 7050 человек нужно вывести это сколько нужно самолетов в первую очередь сколько нужно рейсов сделать чтобы вывести всех этих людей и сколько нужно денег но эти люди как вот утверждает вот это вот организация по вопросам мигрантов и беженцев куда-то девались большая часть из них внезапно пропала из этих лагерей то есть у нас здесь по стране мы существуют вот эти вот лагеря я уже как-то рассказывал лагеря для беженцев и анкер-центры что такое анкер-центр это вот такой вот тоже как бы лагерь для беженцев но там находятся люди которым статус беженца еще не подтвердили им еще не выдали никаких соответствующих бумаг и они находятся вот так вот на птичьих правах сегодня здесь завтра выдворили в эти же анкер-центры перевозят также иногда и украинских беженцев если они прилетают сюда огромной огромным количеством людей и в обычных лагерях нет места то их переправляют вот в эти вот анкер-центры они там живут вместе с этими сомалийцами вместе с африканцами естественно устраивают поножовщины и устраивают драки полиция там дежурит круглые сутки около этих анкер-центров так вот из этого количества людей которые не смогли депортировать повторяющий раз это число 7048 человек куда-то внезапно большая часть этих людей подевалась то есть они разбрелись они взяли свои пожитки и свалили утром куда-то пошел гулять в город у них есть разрешение выхода в город хотят что-то пойти в магазин купить просто погулять по городу может со своими знакомыми встретиться или еще что-то и вот таким образом эти люди пропали все то есть эта организация по вопросам беженцев и мигрантов снимает себя всякую ответственность в поисках вот этих вот людей типа поиски этих убежавших беженцев это уже не в их юрисдикции вот идем дальше опять же статистика предоставленная вот этой вот конторы по статистике на 8 сентября прошлого года в лагерях и анкер-центрах на территории германии находилась три миллиона двести шестьдесят с лишним тысяч человек из этих людей на сегодняшний момент 111 тысяч признали лицами непригодными не имеющими права жить в стране непригодными для социального общества для демократического общества их 111 тысяч человек хотят выдворить но у них не получается их выдворить потому что или у них нет документов или им скажем так страны которые готовы их принимать временно сейчас отказывают якобы ссылаясь на какие-то внутриполитические затруднения и вот эти вот люди не живут нигде не работают снимают просто-напросто пускай даже с этой децаль картой пускай они получают это свое пособие ходят те же самые выходцы из туниса продают наркотики насилуют женщин девушек даже среди бела дня полиция вот к примеру у нас в городе полиция по выходным конная полиция ездит на ареале около ж.д. вокзала и контролирует ловит этих тунисцев ловит этих алжирцев и пачками отправляет в автозаках в кутузки вот этих людей можно было даже просто брать и депортировать сразу как это делали в 90-е годы в греции например допустим наши вот знакомые сейчас немножко отвлекусь наши знакомые из молдавии ездили в грецию на полгода рабочая виза то или туристами сначала потом продлевали себе визу и их когда ловила полиция дорожная полиция на улице проверяли документы и видели что у него виза просрочена их депортировали в течение двух суток с огромной печатью депортат все коротко и ясно сейчас же спустя 30 с лишним лет такое делать нельзя это может нанести вот этим вот в первую очередь тунисским вот эти вот уголовникам серьезную психологическую травму вот так вот считают у нас зеленые и партия левых кто такие левые это коммунисты перевертыши скажем так они пытаются все еще жить им хочется жить при капитализме но работать и думать по социалистической или по коммунистической и вот они постоянно примерно так же как вот эти зеленые также как партия афд они подливают лично масло в огонь для того чтобы дестабилизировать политическую остановку в стране так вот 170 тысяч я продолжаю эту статистику 170 тысяч вот этих вот мигрантов беженцев не принадлежат вообще никаким категориям людей то есть эти 170 тысяч человек обязаны были еще в прошлом году быть выдворены с территории германии но опять-таки благодаря партии зеленых и партии левых заседающих своими фракциями в мундестаге эти 170 тысяч к ним на сегодняшний день конечно прибавилось еще больше людей жируют блаженствуют на теле социального общества в германии я не хочу сказать что вот к примеру я вот такой вот нетерпимый к этим людям и я хочу чтобы их всех повыговоряли мне кто-то сказал мол типа если ты такой вот проваливай ты же тоже мигрант так что проваливай свою россию ну во первых я не мигрант в одном из последних видео я уже вам сказал кто я такой и в россии мне делать нечего россия это не моя страна это во первых не моя родина а по-русски я разговариваю только потому чтобы те люди которые выбрасывают мне вот эти вот лозунги типа проваливай свою россию или вали в свою москву чтобы эти люди в первую очередь могли понять о чем я говорю я приехал сюда из молдавии я приехал сюда из кишинева но говорю с вами на нормальном языке на понятном мне и вам языке чтобы не было никаких недомолвок конечно я мог бы примерно говорить вот так вот что ты мы там бараны какие-то хоря по улице и мы не знаешь что они делают я мог бы и так говорить конечно тогда сразу сказали бы тупой молдаван сидит перед экраном и что-то там рыпается мне очень многие люди кстати так говорили ах раз ты из молдавии так давай проваливай свою молдавию и не мельтеши здесь у нас на экранах не хотите смотреть не надо но мерить всех под одну гребенку типа если человек из молдавии то он у вас априори уже становится идиотом это тоже некрасиво это показывает вашу культуру культуру воспитания ваше интеллектуальное развитие в общем это я просто маленькое было такое отступление касательно вот этой статистики организации по вопросам мигрантов и беженцев все что я хотел сказать единственный момент который я бы хотел добавить эта статистика относится к тем цифрам которые разрешено выкладывать в открытый доступ для всех людей для пользователей то есть скажем так темная статистика это цифры которые полиция в первую очередь полиция на границе не пограничники у нас есть отряды полиции которые именно охраняют границу эти цифры не выкладываются в сеть для того чтобы не вызывать бурного ажиотажа среди зеленых и их же левых у меня есть доступ и к этим цифрам и к этим цифрам и вот совсем чуть-чуть я вам скажу только с прошлого года с октября месяца по конец марта этого года то есть за два квартала с территории чехии на территорию германии было остановлено и поймано свыше 35 тысяч нелегалов пытающихся каким-то образом попасть в эту страну в германию свыше 35 тысяч из них 15 тысяч отправили сразу обратно чехи разрешили сюда ехать вот пусть они с ними разбираются раз они разрешили все их тут же развернули и убрали остальных переправили ванкин центры и в течение кратчайшего времени до конца марта этого года многих из них включили в это число 7048 человек которых депортировали из страны вот и все что я хотел сегодня в этом видео выпуске вам сказать не забудьте подписаться на этот канал поставить лайк поделиться видео с друзьями вести себя культурно вежливо не только по отношению ко мне но и по отношению к тем комментатором которых вы встречаете у меня на канале под моими видео всем удачи пока